Андрей Петрович Ершов Андрей Петрович Ершов был наверняка самым известным за рубежом советским ученым-программистом. То есть у нас много великих ученых, и про всех я с удовольствием расскажу, но наверняка Ершов на Западе самая известная. Так получилось. У него был великолепный английский язык, он переводил Киплинга, причем красиво переводил многие его стихи. Я помню по-ершовски, а не по тому, как профессиональные поэты переводят. Ну и кроме для меня этот человек, это мой в каком-то смысле персональный гуру. Вот так получилось, что хотя у меня были много учителей и в Питере, и в других городах, у меня было много коллег, знакомых, но так уж по жизни получилось, что моим главным гуру всегда был Андрей Петрович Ершов, за что я вам всегда очень благодарен. Так вот, давайте попробуем про него рассказать. Кончил в 54-м году Мехмат, ученик Липунова, слушал курсы Липунова. Тут видите, какая приятственность. Но на самом деле, начинать рассказывать нам не с этого. Он оказался на оккупированной территории во время войны. Он был маленький, причем был он на оккупированной территории месяц, то ли два, то ли три, несколько месяцев, не лет. Это будет где-то там на границе Донецкой области. И через несколько месяцев эта территория уже была освободена от немецких захватчиков, все такое. Но потом, когда он захотел поступить в МИФИДе, в ВФТ, он хотел стать физиком-ядерщиком. Тогда это была такая модная тема, все этим увлекались, все этим занимались. Ему вот КГБшники просто не дали. Как это? Человек был на оккупированной территории? Подумаешь, несколько месяцев, подумаешь, в очень маленьком возрасте. Был на оккупированной территории? Нельзя физиком-ядерщиком становиться. И вот ему прямо прикандали идею в университет. И он поступил на МИФАТ. Но, грубо говоря, может быть, ему и не повезло. Может быть, он бы стал абсолютно мировым лидером физики. Но нам-то точно повезло. Он стал великим человеком в нашей науке программирования. И так закончил МИФАТ в 54-м году. А уже в 57-м году стал начальником отдела теоретического программирования ВЦ Академии наук. Три года. Знаете, такое даже представь себе страшное. Как-то за три года в ВВСК стоит начальником отдела. Он был руководителем работы одного из первых программирующих программ для ВМ-Стрела. Для БСМ и для Стрела. Программирующих программ еще раз повторять. То, что так называли тогда трансляторы. И вот, насколько я знал, мне сам рассказал, он делал программирующую программу для оператора метода Липунова. И, поскольку у него была еще сильная теоретическая жилка, он не просто программировал, не просто делал трансляторы. От забора до обеда копает и копает. А он придумал теорию этого дела. И какие-то обоснования теоретических дел. И вот, знаете, он в 58-м году написал монографию, программирующую программу для быстродействующей электронной счетной машины. И эта монография была быстро-быстро переведена на английский, была издана за рубежом. Я потом читал отзывы многих известных ученых, например, Дональда Кнута. Искурство программирования. Видели многотомника искурства программирования? Так вот, этот Дональд Кнут говорил, что он читал книгу Ершова и почерпнул много полезного для себя. Но тут подумайте, останетесь на минуточку. Это сейчас издаются статьи, книги по-английски, это никого не удивишь. Это же 58-й год, Советский Союз. Я вообще не помню, чтобы кто-то... Ну, чистые математики публиковались, причем тогда чаще по-немецки или по-французски, но не по-английски. Но чтобы программист был издан, я думаю, что это просто... Ну, после статьи Лебедева и Шурубуры 55-го года, где они рассказывали про Первую Советскую ВМ, наверняка это было второе-третье издание по-английски о работах Советского Союза. Он получил известность, и как-то так на него не накладывали карантин, он довольно часто ездил за рубеж, что тогда опять-таки было большой редкостью. К 60-м году он переехал в Ахадемгородок. Причем тоже как-то все было сделано так довольно забавно. Сначала сделали отдел будущего ВЦ, сибирское отделение Каденок, но поскольку ехать было некуда, там еще чистое поле было, то сначала год-полтора этот отдел работал в Москве. Был начальник отдела Евгод Вершов, были сотрудники, например, Потосин, еще люди были уже сотрудники, Гена Качухин, а потом они все вместе взяли и переехали в Ахадемгородок. По-моему, это такая довольно хорошая и стройная схема, когда не отдельно люди переживали, а переживали вращенный коллектив со своей тематикой. И они уже там прославились, сделали трансляцию с Алгола 60, точнее не так надо говорить. Они развили язык Алгола 60, причем довольно существенно развили. Они назвали это язык Альфа, а потом Альфа 6 и Альфа 6. И для этих языков Альфа и Альфа 6 сделали оптимизирующие трансляторы, которые прославились на весь мир. Мало какой транслятор советский известен на Западе. Эти были хорошо известны. Сравнительные характеристики, методы, способы оптимизации памяти, управление конвейером, это все было предусмотрено и реализовано, и работа. Но не одним транслятором Ершов жил. Например, они сделали Аист, первая система реального времени, распределённая система реального времени в СССР. В конце жизни он очень мало прожил, очень мало прожил. В конце жизни Ершов увлекся несколькими новыми направлениями, смешанные вычисления. Там отдельно надо как-то рассказывать и долго, что первый человек, который придумал всякие смешанные вычисления, когда там функция f от x и y, если x известен, то x можно поставить, останется функция от y, но она уже будет проще, чем первая, потому что x подставлен. Это придумал Турчин такой, но это был один из самых известных диссидентов Советского Союза. Я как-то раз в Алуште на какой-то конференции целую неделю с ним прожил, но не помню, что он меня как-то агитировал против советской власти. Интересный такой товарищ. Ну и поскольку диссидент, его работы не публиковали, в СССР вообще было не принято о них вспоминать. Потом японцы это как-то переоткрыли. А потом Вершов все-таки взял на себя смелость и упоминал Турчина, теорему двойной прогонки и добился довольно сильных научных результатов. Это была его такая лебединая песня, смешанные вычисления. А вторая его увлеченность в конце жизни была школьная информатика. В 81-м году в Лозане на конференции ЮНЕСКО он сделал доклад с таким броским названием «Программирование. Вторая грамотность». Потом это просто стало лозунгом наших программистов, когда мы стали преповедовать проводить школы программирования. Мне очень интересно это отметить, мне важно это отметить, что, конечно, поскольку доклад был большой, к нему слайды готовы профессиональных художников, фамилию я не помню, из журнала «Химия и жизнь». Он был очень известный художник, наверняка мог на интернете найти. Очень забавно, очень красивые иллюстрации, как Санатейс, доклады были сделаны. Так вот, по дороге в Лозанну, он же жил в Академгородке, он заехал к нам в Ленинград. Он был представителем рабочей группы «Полголу-68», а я был, кстати, у него замом. И вот раза 4-5 в год мы собирались в разных городах, и тут он подогнал, было собрание рабочей группы «Полголу-68» в Ленинграде. И он потренировался на нас. Первое публичное прочтение лекции программирования «Вторая грамотность» было сделано на Матмехе в 81-м году, за пару недель до Лозанны. В 01-й аудитории на Матмехе, там, не помню, честно говоря, врат не буду, номер я как могу. Большая аудитория на Матмехе. Нет, ничего не путаю, это уже было в Петергофе, и аудитория была 01, там, где 500 человек помещаются. Это уже было в аудитории на Матмехе, а не на 10-лигии. И туда пришло огромное количество народов, и Ершов был очень знаменитый ученый. Когда мы только... Никакой рекламы не делали, несколько объявлений повесили, народ набралось кучу. И вот Ершов сделал этот доклад, ему задавали кучу вопросов, и я это очень хорошо помню. Это был интереснейший человек. Он, например, мог там на какой-нибудь вечеринке взять гитару, сыграть песню Боба Дилана по-английски. Он знал огромное количество мечтых историй. Я когда жил в коммуналке на 10-й линии, пять семей в одной квартире, он вышел в кухню со всей моей соседкой-бабулькой, поздоровался, представился. Мне потом говорят, вот, смотри, академик, не то что ты, вот какой интеллигент. То есть, этот человек был душа общества. Когда он умер, мы понесли огромную потерю. Спасибо. 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 Спасибо.